Здравствуйте! Прямо сейчас я покажу тебе классных топ-3 разминки для самых главных мышц, которые участвуют в пении. Итак, первая мышца – это нижняя челюсть. У многих людей она зажата, и знаешь почему? Потому что для того, чтобы разговаривать, не обязательно широко открывать рот. Но если ты хочешь научиться грамотно, профессионально петь, тебе эту мышцу необходимо развивать. Я предлагаю первую разминку, она называется «Аватар». Ты помнишь этих героев, люди-кошки? Они общались так. Итак, начинаем. Подставляем пальчик под нижнюю челюсть и немножко выдвигаем ее вперед. Это нужно для того, чтобы не повредить ее. И начинаем общаться, как аватары. Если ты будешь делать эту разминку каждый день, твоя челюсть обязательно привыкнет открываться мягко и широко. И ты начнешь петь более красивым и свободным звуком. Вторая разминка для губ. Ты знаешь, губы – это важнейшая мышца, которая помогает нам правильно и красиво петь. И особенно четко произносить текст песни. Я открою тебе маленький секрет. Есть две согласные буквы, которые являются прекрасными тренажерами для тренировки этой мышцы. Это буквы «б» и «б». Если ты будешь проговаривать несколько раз в день «б», 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 твердо сжимая губы, они у тебя прекрасно натренируются. И ты сможешь тогда четко и правильно проговорить следующую скороговорку. Я очень рекомендую тебе ее выучить. «Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа». Попробуй произнести ее три раза без ошибки. Если получилось, ускоряй темп. И тогда будет так. «Бык, тупогуб, тупогубенький бычок, у быка белогуба была тупа». Если у тебя получилось и в быстром темпе, значит твои губы готовы к правильному профессиональному пению. И третья разминка на дыхание. Ты знаешь, хочу тебе напомнить, что когда вокалист поет, он постоянно должен выдыхать воздух, выдыхать его. Где же набраться столько ветра? А для этого мы с тобой найдем сейчас самую главную дыхательную мышцу. Она называется диафрагма и находится в районе живота. А вот где именно, мы узнаем, сделав упражнение «вздувающийся шар». Итак, приготовились. Набираем коротко воздух и начинаем задувать шар. А теперь попробуй вместе со мной и обрати внимание на свой живот, где он напрягается больше всего. Надеюсь, у тебя получилось. Так вот, в этом месте и находится главная дыхательная мышца. Хочу обратить твое внимание, что вдох мы делаем очень коротко, а выдох очень длинный. А все потому, чтобы научиться очень долго на одном дыхании петь одну музыкальную фразу. А сейчас я спою для тебя отрывок из романса Григория Федоровича Пономаренко на стихи Есенина. А ты оцени мое исполнение, используя свои новые знания. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует...